В Иванове отметили 100-летие уникального рояля, изготовленного в Гамбурге фирмой Stainway. Концертный зал классика едва вместил всех желающих присутствовать на вековом дне рождения. Перед любителями фортепианной музыки выступил Владислав Кожухин. К этому инструменту он прикасается не первый раз, но каждый раз восхищается его звучанием. Настолько богатая палитра, тембральное звучание, настолько неповторимое, настолько уникальное, что вот, наверное, даже одного концерта или нескольких даже недостаточно, чтобы полностью понять это, может быть, нужны даже годы. Глядя на черного красавца в столь солидном возрасте, трудно представить, что всего несколько лет назад он выглядел совсем иначе. Вековая история сильно потрепала инструмент. Рояль напоминал раненого зверя осенью. Когда срастались страшные рамы на деке рояля, он пугающе рычал в особом регистре, стремясь вырваться за пределы тесного зала, угрожающий хрипел еще около верхнего регистра. В Иваново рояль привезли из родников. Сто лет назад он был изготовлен по заказу фабриканта Николая Красильщикова. Но в руках хозяина инструмент находился лишь пять лет и после этого стал никому не нужен. Я увидел этот рояль в углу сцены, запыленным, заброшенным, в том состоянии, которое, в общем-то, уже не предполагает какой-либо жизни. Но когда после концерта я прикоснулся к нему, я услышал удивительные звуки, особенно нижних и верхних регистров. То сели, сколько роялей я не слышал в своей практике учения и работы, за 40 лет я такого не слышал. У рестораторов было много работы. Грунтовка и покраска рамы, замена сукна и балансировка клавиатуры. Заново были перетянуты струны, ликвидированы трещины на деке, восстановленная эмблема. Работал целый большой коллектив. Большой коллектив мастеров, профессиональных. Причем перед этим они размялись. Они размялись, они подряд отремонтировали три концерта, восстановили. Современные. И этот был четвертый. Владислава Кожухина и его брата Дениса прозвали крестными отцами рояля. Музыканты в 2009 году впервые сыграли на отреставрированном стейвее. Но и дальше мастера продолжили восстанавливать инструмент. Ощущение такое, что просто день от дня инструмент становится все лучше. И мне кажется, что это уже какая-то безграничная бездна и качество, и возможности инструмента. Невероятная проделана работа. Невероятное каждый раз удовольствие соприкасаться с этим чудом. И я думаю, что большая радость слушателям, что есть такая возможность. Звучанием легендарного рояля ивановцы теперь смогут наслаждаться регулярно. У рачительных хозяев инструмента большие планы. Старинным клапешем с благоговейным трепетом еще не раз прикоснутся пальцы российских и зарубежных исполнителей. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.